Вот что я узнал. Я расскажу не только о том, что известно. Нигде про это, черт возьми, не написано. Подожди, про проезд еще не все. Здесь очень важно. То есть у вас ЖКХ может превратиться в ноль. Никто про это не говорит. Землю получить в Москве можно. Прикол? Меня Настя попросила записать... Привет. ...все, что я знаю о льготах многодетным семьям. Мы стали многодетными. Настя не любит заниматься этими бумажками. Этими бумажками люблю заниматься и я, потому что это халява, о которой нужно знать. Обо многом просто не говорят. То есть не то, что умалчивают, но не афишируют. Это льготы для многодетных семей, москвичей до 30, до 30. Многодетные москвичи до 30. Все, да? Ну, да. Все, хорошо. А первая льгота – это если ваша женщина встала до 12 недель на учет беременной, то ей полагается что-то в районе там 600 рублей. И это не только для многодетных, это у каждого работает, но мы и про них тоже расскажем. Второй бонус, я бы так сказал, это выплата ежемесячного мрот, минимального пророточного минимума, который выплачивается на социальную карту москвича, которую надо оформить. И практически все льготы оформляются, и вот эти бонусы оформляются в моих документах. Чтобы вас не обмануть, что-то мы вначале получили что-то 60 тысяч за первого ребенка, за второго что-то в районе там 90-100, и сейчас получим в районе 120-130 тысяч. Это относится к молодым семьям Москвы. Молодыми москвичами являются родители до 30 лет. Чтобы попасть в эту категорию, вы должны быть оба, оба до 30. Молодые, вы должны быть оба молодые, прекрасные. Если хотя бы одному будет больше, чем 30, вы не имеете права получить эту льготу. Насколько мне это известно. Я расскажу не только о том, что известно в интернете, я сейчас еще расскажу о том, о чем вообще не пишут. Следующая льгота, это тоже прожиточный минимум, который вам должны заплатить на работе. Он составляет в Москве, не помню, где-то 16-17 тысяч. Сейчас, соответственно, если женщина ваша не работает, то это должен делать мужчина. Соответственно, если вы оба работаете, ну, например, вот мне удобнее у себя на работе это оформлять. Ну, по ряду причин. Я прошу тогда Настю, чтобы она выписала на работе справку о том, что она не получала этот бонус. Тогда я его получаю. Дальше я уже перехожу на многодетных детей, на льготы и бонусы, которые отдаются при рождении третьего и последующих детей. Вы получаете скидку на ЖКФ. Какую? Они сами. Сами это вам выставят в единых документах. То есть вам делают скидку на воду отдельно. Отдельно это надо идти на энергию. Это нужно идти именно... МОСЭНЕРГО. МОСЭНЕРГО, да. Кап-ремонт. И там какая-то скидка будет, которая суммируется, и вы будете видеть ее вот в этом вот листочке, который вам приходит... В жировке. Как? В жировке. В жировке. Да, но это называется Настя, поэтому я не знаю, как это называется. Нам обещали, что это будет в сентябре, но пока мы это не ощутили, наверное, мы ощутим это уже в октябре. Может, в ноябре. Или в ноябре. Надеемся, что в скором времени. Бесплатная парковка. Бесплатная парковка, если у вас есть машина, но там есть нюансы. Вся платная парковка становится абсолютно бесплатной для многодетных семей, кроме плоских парковок, которые называются плоские парковки, со шлагбаумом. Грубо говоря, это привокзальные территории, припарковые территории, например, какая-то платная парковка где-то в центре Москвы. Но и здесь есть нюанс. Несмотря на то, что они не являются бесплатными, все равно можно зайти на сайт учреждения, где находится эта парковка, если она при чем-то, при вокзале, при парке Горького, например, и посмотреть. Там, может быть, она бесплатная. И плюс оформляется она именно на того, кто владеет машиной. Вот у Сережи не получилось. Да, у меня не получилось. То есть должна быть, у нас машина на Настю записана, потому что она первая получила права, и пришлось машину оформлять на Настю. Я не смог этого сделать. То есть все документы я смог оформить, используя свидетельство о браке, о том, что мы в союзе. Да, в общем, единственное, чем я занималась, это вот я съездила в мои документы и оформила парковку. Бесплатный проезд на одного человека. Ну, естественно, мы оформили на меня, потому что я чаще катаюсь в метро. Он действует до того момента, пока младшему ребенку не будет 16 лет. Самым младшему ребенку, вообще статус многодетной семьи действует до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет. Каждые 3 года и каждые 5 лет, соответственно, для парковки и для вот этого бесплатного проезда нужно подтверждать статус многодетной семьи. Естественно, при подаче документов вы рано или поздно оформите вот этот вот паспорт многодетной семьи, который нужно брать с собой, например, вот, чтобы, например, в парке Горького встать и выехать потом с флагбаума. Вы должны предъявить этот паспорт. И еще чтобы, например, каждую третью среду месяца бесплатно прокатиться на интеракционах. Потом, когда детям исполнится больше 7 лет, каждому ребенку, каждому выписывается бесплатный проезд. Да ладно, я не знала. Ветрон, троллейбус. Каждый сад решает самостоятельно, какую сделать скидку. Она колеблется от 70% за всех трех детей, или вот в данном случае у нас уходит пока двое в садик, до 100%. Это решает само учреждение. Поэтому не удивляйтесь, если у вас не будет 100% льготы с насадкой. Вот что я узнал. Оказывается, многодетным семьям всем до 7 лет положено молоко. То есть у нас на Симу, когда ей исполнилось 3, нам перестали давать. Да, и сейчас опять возобновили. Соответственно, на луку, на самую младшую, получает Настя, пока она кормящая. Потом он будет до 3 лет получать определенный набор еды. И после 3 лет он пойдет в статус до 7, как многодетный. Соответственно, мы сейчас получили, что-то я не знаю, может я прикалываюсь, или я что-то неправильно посчитал. Больше 40 литров молока на всю семью, ребят. Так что, если вы задумали покупать корову, не надо, потому что... Если вы являетесь собственником квартиры, ваш общий доход при определенной квадратуре делят на пятерых человек. Если вы прописаны пятером, ну там или больше. Получается определенная сумма. То есть, ну, берут ваш доход и делят на количество людей. Получается определенная сумма. В зависимости от того, что получается, дают субсидии. Мы не являемся собственниками квартиры, поэтому у нас не получилось оформить эту льготу. Дают субсидии. Благодаря этим субсидиям, то есть у вас была скидка на ЖКХ, которую мы оформили в моих документах, и дают субсидии. То есть у вас ЖКХ может превратиться в ноль. Поэтому, если вы кто-то из вас собственник, обязательно воспользуйтесь этой функцией. Обязательно обратитесь в вашу соцзащиту. Там тоже есть льготы, типа 200 рублей на телефон, что-то какая-то ерунда на ЖКХ, что-то это все очень маленькие какие-то деньги. И это тоже зависит от конкретной соцзащиты, которая находится в вашем районе. Но самое интересное, ну вы там можете, по-моему, получать деньги на форму, если ваши дети ходят в школу, вот, по-моему, на телефон что-то 200 рублей. Это ты уже сказал. Да, это я сказал уже. Но самое интересное, вот что я узнал. С 1 октября этого года, сейчас очень важный. Да. Ну, простите, ребят, Настя давно просила записать это видео. По-моему, с 1 октября, это надо точнее, нигде про это, черт возьми, не написано. Случайно узнал, вы, как многодетные, имеете право на путевку в какой-то санаторий. Либо одного ребенка, либо всей семьи. Но вы можете не ехать туда, а отказаться, то есть оформить эту путевку, потом отказаться. И вы получите за это, ребята, бабло. Еще дальше. По соцзащиту, идите в соцзащиту. Я туда сходил, и там такие противные тетки сидят, что, наверное, я соберусь когда-нибудь и оформлю вот эти вот 200, там, 50 рублей. Какой-то ужас. Если у вас трое детей, можете оформить садик прямо у себя дома. И за это вы будете получать что-то в размере 40 тысяч, то есть зарплата матери и на питание на каждого ребенка. Такой нюанс, что если вы являетесь многодетными, и, например, у вас уже кто-то ходит в школу, вы можете кого-то из другой, тоже обязательно многодетной семьи, попросить прийти в этот садик. И хотя бы просто вписаться, что он якобы там есть. Конечно, есть опасность, вы же несете ответственность. Не дай бог, там, понятно, что по договоренности там ребенок ногу сломал. Если что, в принципе, будут претензии вам, претензии вам. Поэтому тут аккуратно. И я думал, как можно было бы оформить так, чтобы продолжать ходить в нормальный садик, но это невозможно. То есть если оформлять в садик, то ваши дети не ходят в садик, а для нас это, например, ну просто принципиально важно. Материнский капитал. Если вы не оформили на второго, на третьего, вы тоже, если вы вдруг на второго забыли оформить, то при рождении третьего ребенка у вас тоже есть этот бонус. А теперь самое главное. Я был в моих документах. Съела тетенька, которая мне расписывала все, что я могу получить и как. Я говорю, а землю дают москвичам? Она говорит, да, конечно. Я прихожу потом домой, смотрю в интернете. Москвичам не дают землю, потому что ее нет в Москве. Звоню на горячую линию моих документов. Говорю, спрашиваю. Нет. Прихожу в этот, пытаясь вспомнить мои документы, пытаясь вспомнить лицо этой женщины, которая мне эту радостную новость объявила. Ее нигде нету. Девчонки, которые там сидят, я спрашивал, пытался ее вспомнить. Говорю, отдают землю? Чуть ли не во все окна спросил. Я пришел утром, не было народу, они с удовольствием сказали. Говорят, нет, конечно, нет в Москве. Нет, надо жить в Московской области. Ладно, я смотрю в этот листочек, который записывал. Надо там... В общем, друзья, землю получить в Москве можно. Можно, но об этом, черт возьми, нигде не написано. Я пока в процессе и не доехал до оттуда, но я вам сейчас расскажу, может вы доедете быстрее, чем я. Итак, если вы многодетная семья, вам нужно обратиться в департамент освоения новых земель Москвы. Улица, или просто хотя бы писать метро, Китай-город, департамент освоения новых земель Москвы, Китай-город. Именно это вы вводите в поисковике. Нет ни сайта у ребят, ничего. Есть номер телефона. И по этому номеру телефона я, к сожалению, это дело бросил, но я сейчас возобновлю. Я через трех тетушек добрался до приемной, где мне сказали. Да, конечно, мы выдаем многодетным семьям земли. Я говорю, где? В Новом Москве. Это не так далеко. Это недалеко. Я говорю, а почему, типа, везде говорят, она говорит, не некогда. В общем, у нас часы приема, что-то там в понедельник, в среду, что-то там с 11 до часу, с перерывом на обед с 11.30 до 12.30. Какой-то ужас. Говорит, только там будет какой-то первоначальный, я так понимаю, что нужно будет какую-то сумму заплатить что-то в районе 200 тысяч, если вам дадут этот участок. 200 тысяч. И участки, которые стоят там сейчас по 4, по 5 миллионов, я не знаю сколько. В общем, не совсем бесплатно. И это надо выяснять. И обязательно, когда я узнаю, я об этом вам сообщу. Но, ребята, землю получить можно. Прикол? Никто про это не говорит. Именно многодетным. Но если ввести фразу «многодетным всем землю», нигде этого не написано. Может быть, может быть, там есть какие-то подводные камни, я тогда приду и пойму, так это не бесплатно там. Или мне скажут, что я там что-то должен больше, чем 200 тысяч ввести, или еще что-то такое. Тогда, наверное, да. На данном этапе хотя бы эта информация, которая случайно попала мне в уши, я вот с вами с удовольствием делюсь. Ну вот так, друзья. Я рассказал, по-моему, все. Я очень много оформлял через most.ru, через приложение, которое я скачал, где я зарегистрировался. Но дофига мне приходило отказов, потому что тут неправильный скан, например, нечеткий какой-то. Тут что-то я заехал на поля, в какой-то момент я плюнул, просто собрал все документы, которые у меня были. Поехал в единые документы, мои документы, и за неделю все наоформил. Мы все оформили. Всем пока. Вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают. Новая кустошка, кстати, у меня. Эээ, в честь многодетства. А? Прикол.